Поколение Великой Победы встречает юбилейную весну спортивными свершениями. Ульяновские моржи при поддержке других российских пловцов заплыли зимой, а вынырнули в первый весенний день. Эстафета памяти, уважения и мужества в репортаже Татьяны Домодановой. Принимает эстафету моржи ульянского колдового плана Ананим Сергей. Песни Великой Отечественной, сопровождение и моральная поддержка для тех, кто решился на серьезное испытание, суточный заплыв в ледяной воде. Настрой ульяносов разделяют спортсмены других российских регионов. То, что они придумали, это здорово. Тем более, что такой марафон проводится по всей стране. В Дальнем Востоке плывут, в Сибири плывут, китайцы плывут, в том числе, да, 8 человек. Более двух тысяч россиян заплыли зимой, а вынырнули в первый весенний день. У представителей местной ассоциации холодового плавания, а также команды из Чувашии, 24 часа на то, чтобы встретить весну победы и доказать. Нынешнее поколение помнит, гордится, готово к посильным свершениям. Каждый раз, когда захочешь, это каждый раз победа над собой, да. Хоть 10 лет маржевую, хоть сколько, все равно это каждый раз преодолеваешь себя. Сколько продержаться в обжигающей воде, каждый марафонец решает сам. Александр Комаров, чемпион Ульяновской области, стаж маржевания 5 лет, настроен решительно. Говорит, стушеваться в год 70-летия Великой Победы и в преддверии Всероссийского первенства просто не имеет права. И вот оно, зафиксированное судьями достижение. 7 минут 50 секунд. Александр, как ощущения сейчас? Бодренько, радостно. Тяжело было продержаться так долго в воде? Ну, я тренированный, я как бы легко. Мог и больше, но экономили силы на сутки впереди. Сутки на спортивные рекорды и воспоминания о тех, кто жизнь отдал во имя мира на земле. Рад моего деда не вернулся с войны. Пропал без вести. Первый год войны, 41-м году. До сих пор мы о нем ничего не знали. И через 70 лет мы нашли наших родственников. Суточный марафон – лишь первая акция памяти и уважения. 9 мая наши маржи поплывут через Волгу. А затем весна победы плавно перетечет в победное лето. Татьяна Домоданова, Анатолий Рассохин, РНТВ, Ульяновск.